Здравствуйте! Столичная подробность. Я готова рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным. В студии Юлия Азыкова. Без крова пожар уничтожил частный дом в переулке Амбулаторном. Соседи заметили возгорание и вызвали спасателей. Когда расчеты прибыли на место ЧП, деревянное здание уже полыхало. Никого из жильцов во время пожара дома не было. Причина возгорания устанавливается. Предполагается, что несчастье произошло из-за короткого замыкания электропроводки. По предварительной версии, пожар произошел по причине короткого замыкания в электропроводке одной из квартир жилого дома. В результате пожара полностью уничтожена кровля жилого дома, повреждены деревянные элементы конструкции и имущество на площади более 400 квадратных метров. К счастью, никто из жителей указанного дома не пострадал. Скоростные соревнования, беспризорный парк и обновление старинной улицы. Подробнее об одном дне из жизни столицы наш дежурный по городу Ольга Власовец. Безопасное колесо. Сегодня юные велосипедисты соревновались на скорость и знание правил дорожного движения. Стадион школы номер 25 превратился в настоящую проезжую часть со своими пешеходами и дорожными знаками. Столичные школьники продемонстрировали безукоризненное ориентирование. Ребята за рулем двухколесного транспорта ловко объезжали переграды, не забывали уступать дорогу прохожим и четко соблюдали правила движения. Я люблю кататься на велосипеде. Когда я катаюсь, нужно соблюдать все правила дорожного движения, чтобы не сбивать пешеходов. Целью нашей акции является то, чтобы мы растили достойную смену, чтобы наши дети с раннего возраста знали правила дорожного движения как можно глубже. В частности, в области знания правил дорожного движения и непосредственно касающихся велосипедистов и езде на велосипеде. Беспризорный парк! Горожане просят привести в порядок сквер в центре столицы. Ни одно поколение минчан помнит времена, когда в парке Марата Козея проходили посвящение в пионеры. Теперь же им приходится жаловаться на горячую линию СТВ. Я этот сквер помню с юности. Меня еще здесь принимали в пионеры. Очень обидно, конечно, сейчас за пешеходные дорожки. Вот у меня, я гуляю сейчас с маленьким ребенком, коляску очень тяжело везти, трясет. По прошествии лет аккуратные дорожки пионерского сквера поизносились. Теперь асфальтированные тропинки по количеству дыр могут сравниться с решетом. Как сообщили нам в управлении центр, пока горожанам придется потерпеть. Парк ожидает своей очереди на реконструкцию. Обновление старинной улицы под Карлом Маркса заменят трубы. Для этого на время пришлось приподнять старинную брусчатку. Здесь прямо под проезжей частью рабочие прокладывают новую теплотрассу. После реконструкции улица ляжет на свое прежнее место. Строится гостиничный комплекс к чемпионату мира по хоккею, который у нас пройдет в следующем году. И к нему идет замена теплотрассы. Продлится это все еще примерно 20 дней. И к середине следующего месяца мы планируем закончить. Брусчатку мы вернем на место в целости и сохранности. В связи с ремонтом движение на Карла Маркса затруднено. Стражи порядка рекомендуют водителям по возможности объезжать эту магистраль. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайте tv.by в разделе форум. Звоните по телефону горячей линии 1 600 700. И помните, на важные подробности. Яркое ноу-хаус светодиодное освещение может появиться на всех улицах Минска. Сегодня такие лампы есть у пешеходных переходов на улицах Академическая, Гекала, Натуралистов и на бульваре Мулявина. В ближайшее время светодиодами обзаведется и улица Купревича. Эффективная подсветка полностью себя оправдала. В числе очевидных плюсов эстетический вид фонарей, яркое освещение и низкое энергопотребление. Мировая тенденция в этом направлении прогрессирует. И в дальнейшем мы планируем уже на уровне строительных площадок совместно с комитетом архитектуры и другими ведомствами эту тему в Минске продолжать. В этом году реализуем проект по оборудованию освещения в комплексе. Это оцинкованные опоры и осветительные приборы светодиодные. Это улица Купревича. В шаговой доступности десятки новых кафе и ресторанов появятся в Минске в текущем году. Разнообразие объектов питания придется по вкусу как гостям города, так и столичным гурманам. Минск-2013 презентует кафе, бары, рестораны белорусской и европейской кухни, фудкорты и закусочный эконом-класса. Особое внимание уделят спальным районам. Развиваются сетевые объекты общественного питания. Свои посетители есть и у объектов ресторанного бизнеса с авторской кухней. На сегодняшний день в городе функционируют около 50 ресторанов и кафе, специализирующихся на белорусской национальной кухне, отражающих колорит и самобытность белорусской культуры. Доктерапия. Оригинальный способ борьбы с недугами открыли в территориальном центре соцобслуживания населения Первомайского района. Как минимум один день в неделю люди с ограниченными возможностями проводят в обществе четвероногих питомцев. Ходить на прогулки, делать зарядку и даже петь песни – вот далеко не полный перечень так называемых собачьих услуг. И педагоги отмечают значительное улучшение здоровья посетителей центра. Самое главное, что тут воспитываются два аспекта. Во-первых, идет социальная адаптация непосредственно молодых людей. А во-вторых, здесь идет воспитание у них таких чувств, как ответственность. Ответственность за существо, живое существо. Это значит, обязательно не то, что, как говорится, хочу-не хочу, а надо. И надо покормить, и надо выгулять. И возвращаясь к теме фонарей. Как минчане оценивают освещение столицы, наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. Да, устраивает. Но иногда, особенно если на домах, то в окна очень сильно светит, и невозможно спать. Вечерное освещение очень нравится. Красиво, красочно. Даже сравнить с теми европейскими городами, которыми был, то есть вполне на уровне. Вечером мне нравится почти все освещено. И не только в центре города. Очень мне нравится технология, то, что когда никто не ходит, то оно затухает. А потом, когда кто-то идет, оно начинает светиться. То есть более экономно. Вот вчера пришлось ехать с работы поздно ночью, но светится все хорошо. Мне очень нравится, как освещен наш город. И, как мне кажется, его даже можно сравнить с европейскими городами. К примеру, Прага. Новые городские подробности завтра в это же время. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Юлия Зыкова. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова